Спасибо. Следующий вопрос. Роман. Да. Подскажите, пожалуйста, как вот, на ваш взгляд, сериал «Сладкая жизнь» он подходит больше для просмотра женщинам или мужчинам? То есть есть какая-то определенная гендерная принадлежность? Или самое главное, что должен мужчина понять из этого? Да нет, вы знаете, основная сложность лично, которая у меня возникла при создании этого сериала, в том, что, собственно, играть-то особо не надо, но при этом должна происходить какая-то жизнь, да? То есть это такое очень эмоциональное должно быть подключение. И как-то на площадке у нас не было такого, чтобы кто-то халтурил или... Было, ну, прям, все серьезно относились и понимали, когда там, допустим, серьезные сложные сцены, начиная, ну, монтировщики, которые ходили по-другому, вот. А по поводу принадлежности, нет, я считаю, что это фильм для семейного просмотра. Кстати, да. Нет, но, безусловно, что это не для детей, но я считаю, что это и мужчина, и женщина здесь отлично показано со всех сторон. Что мы, собственно говоря, и хотели сделать, какие глупости мы совершаем зачастую, ища каких-то новых ощущений, эмоций. И женщина, и мужчина у нас здесь... Я считаю, что это даже полезно, чтобы это все ли вдвоем мы посмотрели. Слушай, пожалуйста, можно, да, встречный такой вопрос. Вы в сериале настолько, правда, подобно играете роль с мужской парой, да, поглядшей вот бытовых проблемам? Случайность. Я хотела рассказать, что мы прожили. Какие там примеры киногероев, или, может, у вас есть знакомые, друзья, которые были в подобной ситуации, выбрались? Нет, ну, понимаете, любая, когда ты берешь любую роль, так или иначе, там, ну, ты прорабатываешь психологическую составляющую внутри себя, и наблюдаешь, естественно. Там, у меня, например, в первом сезоне, у меня есть там парочка фраз, которая конкретно копировала со своей мамой. Ах, ты скотина такая! Я его их копировала, совершенно точно, мама и папа узнавали, довольно было забавно. Но я могу сказать большое спасибо Роме Маякину, потому что, как ни странно, у меня было кучу, мне рано довольно утвердили этот сериал, там, ну, получается, а Роме попозже немножко. Я была с кучей разных актеров, и что-то там все замечательно, прекрасное. Я прихожу, мне говорят, вот это будет твой муж. Я говорю, что? Это Дима Билан будет мой муж вообще? А Рома пришел, говорит, ты просто ужасно модный, ты был в каких-то джинсах вареных, извини. Вот, но, как ни странно, вот у меня с Ромой сразу, с первой буквально сцен, у нас произошла эта сцепка, знаете, когда, ну, как будто мы всю жизнь, действительно, жили вместе, было очень легко, и не было никаких там стеснений, зажимов, комплексов друг перед другом. А это, конечно, невероятно важно, и вот, Роман, большое вам спасибо за это. Я как-то обидел сейчас Дима Биланом, честно. Дима Билан – красавчик! Я думаю, что надо снимать. И сразу, пожалуйста, Рики Мартик, это очень важно. Это Романа, видите, и давит меня из друзей в одноклассниках, пожалуйста.